мне кажется даже странным задавать вопрос что будет с украиной по моему ответ очевиден поскольку не получилось российской федерации захватить украину украина станет как страна форпостом западной европы западного мира перед диктатурой китая симбиозе с россией украинцы как народ станут на крепостных стенах этого форпоста в общем-то зато и воюем зато и погибаем понимаете тут у украины так получилось да я сам хотел чтобы украина была независимым государством но кто ж знал что во главе соседского братского блин государства окажется плешивый идиот который решит что надо возрождать там не знаю что по моему у него просто комплекс герастраты он решил в историю войти любым путем храм артемиде спалить и укокошить российскую федерацию россию как таковую которую со времен петра первого стремились интегрировать в западный мир и вот на тебя разница в чем понимаете то есть тут будет граница вот где по границам украины будет верстовые столбы до между цивилизации европейской и тоталитаризмом разница в чем разница в том что вот вчера взорвали украинские до авиации новочеркасс корабль взлетел на воздух там надеюсь со всем экипажем этим расистским а вы знаете что-нибудь про новочеркасск 1962 года когда был тоталитаризм в советском союзе просто вышли рабочие на протест за большие деньги мир на демонстрации против повышения цен их расстреляли десятки там погибших кто-то об этом слышал об новочеркасс вот я как бы воюю за то чтобы невозможно было скрыть чтобы можно было рассказывать моим детям моим внукам украинцам вообще о том как в мариуполе вас под авиационной после авиационной бомбежки российской как на драм театр и сбросили я часто рисую себе эту картину как в подвале этого драм театра где спасались от бомбежек дети с матерями после того как их завалило бетоном дети умирали тихой медленной смертью рядом с уже мертвыми своими матерями не будет об этом ничего в китае его прицепе блин российской федерации вернее то что останется от него никто не будет об этом знать как правый уровне кто не знает сейчас вы знаете что вы городом миллионами сидят в лагерях у китайцев кто-то об этом парится надо знать надо рассказывать о том как люди пришли страну которую к народу которому назвали братским и убили сотнями тысяч украинцев разрушили до щебня десятки уже наверно наших городов если россия смогла бы дойти до ужгорода то на территорию украины уже через поколение об этом бы никто не знал рассказывали как нам союзе рассказывали я же прекрасно помню как нам баки заливали то есть если ты с детства слушаешь о том какой великолепный советский союз как хорошо в нем живется у тебя нет никаких других источников информации в этой иллюзии провели прибываешь пока не увидишь другую миру другую жизнь и также будут чесать порабощенный народ как сейчас бурят и с нами воюют порабощенные когда-то россиянами бурят и сейчас приходят и сотнями убивают нас здесь тысячами и умирают сами тоже самый кавказ это вообще позорище 200 лет кавказ ведет войну с россией сейчас эти кадыровцы приходят и убивают здесь нас убивают насилуют женщин убивают детей рашистская мразоте здесь не место именно поэтому мы воюем и поебаем да за то чтобы это не распространялась зараза блин дальше сколько мы выстоим сколько мы выдержим столько и будет здесь цивилизации европа и будут где будут рассказывать о том как волноваке два российских контрактника заходили убивали девять человек включая четырехлетних ребенка выстрелами в голову иначе об этом никто не будет знать и этот беспредел будет твориться также как в российских тюрьмах там сейчас там на бутылке сажают казнят людей самыми изуверскими способами как пыточные были в херсоне в изюме в купинске для детей пыточные ферсоне обнаружено да как в буча с завязанными руками расстреливал людей об этом бы никто и не узнал если бы россия дошла до львова в двадцать втором году понятно